Физкульт привет! Друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы знаете, что я даю рекомендации, есть быстрые углеводы сразу по окончании тренинга. Сразу по окончании последнего упражнения, последнего подхода, последнего повторения. До того, как вы уйдете в раздевалку, до того, как начнете растягиваться, делать заминку. И это нужно для того, чтобы повысить уровень инсулина. Многие за это критикуют меня, говоря, что, Егор, как ты можешь такое советовать, особенно людям, которые хотят похудеть, избавиться от жировых накоплений, ведь инсулин заблокирует гормон роста. Давайте разбираться, друзья, и в конце этого видео вы поймете, почему это некорректно. Во-первых, друзья, к концу силового тренинга, так как мы с вами тренируемся не дольше 50 минут, несмотря, не беря во внимание время, необходимое на разминку и на заминку. Вот сама силовая часть тренировки 50 минут. Уровень гормонов к 50 минуте и тестостерона, и гормона роста, всех анаболических гормонов резко падает. Стремится к нулю. Поэтому совершенно не важно то, что мы с вами будем повышать уровень инсулина. Для чего мы с вами это делаем? Не для того, чтобы мышечные депо наполнились гликогеном. Нет, друзья, не для этого. Мы с вами это делаем только по той причине, что инсулин, являясь самым мощным анаболическим гормоном в нашем организме, также является и транспортным гормоном. И инсулин берет питательные вещества и везет их и к мышечным клеткам, и к жировым. Так вот, друзья, мы с вами программируем, если хотите, инсулин на то, чтобы он вез питательные вещества исключительно к мышечным клеткам. Исключительно к мышечным клеткам, повторяюсь, и игнорировал жировые депо. Вот для чего мы с вами, друзья, повышаем инсулин. И даже если наша тренировка закончилась поздно вечером, все равно нам необходимо это сделать. Инсулин будет запрограммирован на то, чтобы наполнять и подпитывать исключительно мышечные клетки. По максимуму будет игнорировать их. Как это все происходит, написано подробно в моих книгах, которые вы можете приобрести. Не расстраивайтесь, если у кого-то нет возможности купить мои книги. И вы можете на моем сайте читать статьи совершенно бесплатно. Пусть и не в таком полном объеме, но все равно необходимая информация для того, чтобы разбираться, как, что и почему происходит. Там есть. Что касается инсулина. Да, друзья, инсулин действительно антагонист гормона роста. Но как мы с вами уже разобрались, нам совершенно не важно, что это так и есть. По той простой причине, что после тренировки нам не важно, потому что уровень гормонов и так на нуле. Инсулин просто будет делать необходимую для нас работу. За нас эту работу. И вы знаете, кто следит за моими статьями и видеороликами уже не один год, что не только с помощью питания, но и с помощью тренинга можно программировать инсулин на то, чтобы он подпитывал исключительно мышечные клетки, игнорируя жировые. Кстати, кто делает кардио после силового тренинга, тоже мешает этому процессу. Мешает тому, чтобы инсулин обращал внимание на мышечные клетки, игнорируя жировые. В следующий раз я вам расскажу о том, что есть на ночь и можно ли есть на ночь. На самом деле все это очень и очень просто, когда у вас есть понимание. К сожалению, знания не всегда дают понимание. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, для того, чтобы я смог на них ответить. А вы видите, что я отвечаю абсолютно на все вопросы. На многие даже снимаю вот такие видео ответы. Друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok